Встреча с Викторией Большое спасибо за это короткое представление. Я очень рад видеть так много знакомых лиц. Это просто фантастика снова быть здесь. Я просто посмотрел на мои записи и понял, что я был первым здесь в 1997 году. Я недавно просмотрел свои самые первые записи и оказалось, что это был в 1997 году. Не в этом прекрасном зале, но все равно это был в Виштере. Я, в общем, должен принести извинение за то, что, несмотря на то, что я тут так долго. Я до сих пор не говорю ни на русском, ни на литовском. И поэтому ему очень приятно, что тут есть я. И может быть мы как-то вдвоем справимся так, чтобы этот доклад был для вас достаточно приятным и понятным. Хотя я назвал свой сегодняшний доклад «Экзистенциальная библиотерапия», вы увидите, что я буду говорить достаточно широко и о каких-то других тоже вещах. Я начну с библиотерапии в ее более широком смысле и затем постепенно вернусь к концу, к более строгому определению этого слова. Я сказал, что я начну с библиотерапии в широком смысле. Потому что те идеи, которые я хотела бы с вами разделить, это в некотором смысле такие крупицы. И это результат того, что я вычитал вообще о том, что в моем понимании является терапевтическим. Я думаю, что, как и большинство из вас, я постоянно читаю для развлечения и также, в общем, и не исключительно, тоже еще и для руководства, обучения и для вдохновения. И я так подозреваю, что, как и многие из вас, я так подозреваю, что, как и многие из вас, практически все время, когда я читаю, я задаю еще и себе вопросы о том, кто я, что такое терапия, что я делаю тогда, когда я терапевт, как я могу делать это лучше, как я могу быть более эффективным терапевтом. И все эти вопросы формируют какую-то, ну, основу, что ли, задний план практически всего моего чтения. Иногда в явном виде, иногда в неявном. Если хотите, я когда читаю, то я пытаюсь так понять самого себя, я пытаюсь самого себя улучшить. И в очень таком хорошем смысле я пытаюсь сделать себя лучше. Я, так же, как и многие из вас, вырос с книгами, а не с электронными устройствами. И одним из самых теплых воспоминаний моего детства является то, как я по-своему читала. По крайней мере, я пытался читать по-своему. И, как бы, ну, практически все, что было в библиотеке моего дедушки. Библиотеки, которую он собрал несколькими годами раньше. Я говорю, использую такой термин библиотека, но не потому, что у моего дедушки действительно была такая роскошная комната, наполненная рядами дорогих застекленных полок в таком классическом аристократическом доме. Или хотя бы это была библиотека в колледже или публичная библиотека. Нет, тот образ, который я сейчас пытаюсь как-то вызвать своим воображением, он связан с тем, что относится к очень особому моменту британской истории. И я так подозреваю, что к опыту очень многих людей в континентальной Европе. Тот момент времени, который я сейчас имею в виду, это непосредственно время после Второй мировой войны, когда участвовавшие в ней вернулись домой с военной службы и пытались как-то обрести, восстановить свою нарушенную и иногда и в древески разбитую довоенную жизнь. Они пытались ее как-то снова воссоздать. В этом моменте, в том моменте, выбрали глубокий первый раз в знаниях, который был создав подозрительную форму материальную форму от расс cafe в речес, и, в том числе, в активе, что появилосьộвание как «билдинг-либрарей». Как раз в это время, как раз в это время появилась такая ужасная жажда знаний, которая обрела материальную форму в восстановлении, да, и в обращении к чтению, и особенно вот в такого рода активности, которая называлась создание библиотеки. – Делирий ошибок. Папы, конечно, были нанесены во время войны, и публикация была огромной в пропаганде. Но сейчас, вдруг, люди были свободны, чтобы читать. И читали, что они сделали. И, в основном, из наших публиканцев, чтобы отвечать на эту жажду для книги, была новая и лучше жизнь. Это была компания, которая называла «Верри Аппропротли» «Эври Ман». Конечно, в то время бумага была в дефиците, особенно во время войны, и в основном отдавалась для того, чтобы можно было листовки на ней печатать. Но теперь, вдруг, люди стали свободны в том, чтобы читать, и они действительно начали читать. И на первом месте среди других издателей, которые откликнулись на этот голод к книгам и голод новой жизни, была компания, которая называлась очень подходящим словом. Она называлась «Эври Мэн». То есть, каждый человек, или переводится иногда как обычный человек, простой человек, простолюдин. Я буду говорить «простой человек». Это издательство было основано под именем «Библиотека простого человека», и это издательство было основано еще в 1906 году. И публикацией некоего Джозефа Дента. Он жил в 1849 году до 1926 года. И в этом издательстве было напечатано не менее 50 его книг. Джозеф Дент, который основал издательство, он был переплетчиком и превратителем издательства. И он был классическим викторианским автодидактом, то есть наставителем таким. Он был десятым ребенком в большой семье. Джозеф Дент, который родился на севере Англии. И в 13 лет он уже оставил школу и приехал в Лондон с полукроной в кармане. То есть это были очень маленькие деньги. Он предложил его продавать новые и красивые фильмы. Продолжение следует... — Он обещал опубликовать, издать новые и хорошие издания мировой классики и по цене одного шиллинга за то. И этим он обращался к читателям любого рода, к рабочим, студентам, к людям культурным, к детям, к мужчинам и женщинам на улице. Так что, в общем, за несколько шиллингов читать ему получить целую полку бессмертных авторов. А за пять пунктов, которые ему могло достаться целых сто томов, и человек мог ощущать себя вполне интеллектуально богатым и оснащенным для жизни. — Он обычно говорил об этом как о сокровищах, о бесконечных сокровищах, которые содержатся в маленькой комнате. — Популярные классические серии издавались и до этого. — Библиотека простого человека была институцией, была милостивым присутствием, была крестовым походом и актом веры. — Каждая книга, изданная в этом издательстве, с тех пор она издавалась и на ней был написан девиз. — Простой человек, я пойду с тобой, и я буду твоим проводником, и в самой твоей большой нужде я буду на твоей стороне. — Этот девиз был взят из традиции средневековой моральной пьесы. Там была роль простолюдина, которого поддерживал другой персонаж этой пьесы. Этого персонажа звали «Знание», имя с большой буквы. И вот этот персонаж «Знание», он отправлял простого человека в путешествие. Долгое, трудное и опасное. — Интересно, что Дент также использовал такую символику для своего издательского дома, и которая на самом деле была таким как бы визуальным эквивалентом того, что вот только что было сказано. И вот этот символ очень сильно отпечатался в моей памяти, и он сегодня в ней запечатлен. — Очень в соответствии с тем временем, этот символ представлял из себя силуэт двух маленьких фигур, одетых в официальные викторианские одежды — высокая шляпа и такое монашеское рясо-пальто. И один из этих двух, он был немножко выше и держал за руку второго, который был поменьше, и, возможно, более юным, и указывал куда-то на расстоянии, может быть, показывая путь в какое-то блистательное будущее. — Я помню эти книги, целые ряды книг полка за полкой, они все были тёмно-красные с золотым тиснением. И это были книги, которые обещали лучшую жизнь. И теперь уже думали о том, что читатель нуждается не только в классике, но и в чём-то большем, и поэтому эти тома включали в себя искусство, историю, иностранные языки и даже точные науки. И если эти книги указывали в направлении будущего, то они также функционировали, чтобы вспомнить верующих героев о том, о чем они были бороться. Я особенно вспомнил одну серию книг о Буколике, Ингландии, Великобритании, Ирландии и Ирландии. Эти эти книги указывали в направлении будущего, то они тоже как-то функционировали, как напоминание для героев, вернувшихся с войны, за что же они сражались. И я, в частности, помню целую серию текстов о такой пасторальной Буколической Индии, Уэрисе, Шотландии, Ирландии. И они вызывали в памяти такую идиллическую сельскую жизнь, которая на самом деле очень скоро была быстро светена под натиском ферм, механизации и фабрик. Вы можете увидеть, что целью этих книг было ответить на потребности поколения, которое изголодалось по печатному слову. То есть, послевоенное поколение, по крайней мере, и грамотное его большинство было поколением читателей. Это было поколение, которое могли бы подписаться под определением себя как самоулучшающих себя. The idea of self-actualization was yet to be born, and the concept of authenticity hardly known about, except among the French intelligence of the Faubourg Saint-Germain. Yet, this generation was intent on finding its place in the world. And you can see, in thinking in this way about how people create their sense of identity and what may be conducive to psychological well-being, I've already strayed somewhat from what we traditionally regard as therapy or therapeutic. Вы можете видеть, что размышляя таким образом о том, как люди создают свою идентичность и что может способствовать их психологическому благополучию, я уже, ну, немножко отклонился от чего-то такого, что мы традиционно рассматриваем как терапия или терапевтическая. Или, может быть, и нет. Та картина, которую я вот только что представила, она достаточно оптимистичная. То есть, это определение чтения как, ну, некоторого наставления и как чего-то дающего вдохновение. But it may also have a more protective function, which has much less to do with rejoining the human race, as withstanding the onslaught of others, as Sartre famously expressed it in his play, Beclo, l'affaire, c'est d'aut, hell is other people. Но чтение может также выполнять и защитную функцию. То есть, оно может быть связано, иметь дело не столько как бы с присоединением в процессе чтения к человеческой расе, сколько с противостоянием натиску, напору других. Известное высказывание Сартра, которое говорил о том, что ад – это другие. В полном соответствии с вот этой вот защитной функцией я осознаю, что когда я думаю о том, как я использовал книги в детском, детские годы и в подростковом возрасте, я очень часто использовал сам акт чтения и роль читателя для саморегуляции, для поддержания чувства достаточно стабильного ощущения самого себя. Это было в некотором смысле оппозиция и несогласие тому контексту, который был непосредственно в той семье, из которой я произошел, где отношения были очень похожи на те патогенные семейные отношения, которые были описаны инвестенциальным психиатром Рональдом Лейнгом. Как вы знаете, Лейнг говорит, что, когда он встал в динамику, и без возможности избежать, у молодого человека может потерять свою виду реальность и превращаться в способах реальность. Вы знаете, что Лейнг утверждал, что, будучи вот запертым, блокированным, закрытым, удушающей динамикой и без возможности избежать этого, молодой человек, юный человек может терять свое ощущение реальности. И тогда он оказывается поглощенным какими-то всякими хитроумными способами пытаться быть, остаться реальным. как-то сохранить свою идентичность, избежать потери самого себя. Лейнг описывает три фундаментальные тревоги, которые испытывает такой человек. Первая тревога – это поглощение или чувство бытия полностью подавленным другим. Вторая тревога – это имплозия, да, внутренний взрыв, ощущение бытия совершенно пустым и падающим в яму, ну, ничто. Третья тревога – оцепенение или петрификация, буквально превращение в камень. Превращение в вещь другим и, как бы, сведение на нет своей самости и своей автономии. Это последнее напоминает то, что говорил Сахтер о взгляде другого, который стремится превратить другого в объект, из субъекта, на которого он смотрит, в объект для наблюдения. The British philosopher Mary Warnock, describing Sartre's account of human relationships in being and nothingness, shows how reading provides a way of evading the demands of other human beings. Британский философ Mary Warnock, описывая то, как Сартр рассказывает о человеческих отношениях, быть и ничто, показывает, как чтение дает возможность избежать требований других людей. I find the passage in which she describes the effect of reading particularly apposite. Вот тот отрывок, в котором она описывает этот эффект от чтения, мне кажется, особенно удачно подходящий. We wish people to conform to the descriptions we give of them. We wish to predict their behavior entirely according to the role in which we have cast them. For other people are essentially in themselves and by their very existence a danger to us. Ибо другие люди по сути своей, сами по себе, в самой своей эксистенции являются опасностью для нас. Once I realized that I am an object of observation to the other, I also realized that he will have his own ways of assessing and of trying to predict my behavior. Как только я осознаю, что я объект для наблюдения другим, я также осознаю, что у него будут собственные способы меня оценить и попытаться предсказать мое поведение. I will reciprocate and likewise try to reduce him to the status of a thing. But I know all the time that I cannot entirely succeed in doing this. When I see another human being, a man, reading his book, let us say, in a public garden, I experience him partly as a mere physical object. Когда я вижу другого человека, ну, например, читающего книгу в городском саду, я отчасти воспринимаю его не более чем физический объект, но я знаю, что описывать его таким чисто физическим образом неправильно. Это будет неадекватно. The fact that he is reading constitutes an all-important difference between him and any other object. Сам тот факт, что он читает, создает важное различие между ним и любым другим объектом. He is thinking his own thoughts, understanding the words through the medium of his own perceptions and orienting around himself a whole new world, which is his world, not mine. Он думает свои собственные мысли, понимает слова посредством своих собственных восприятий, он ориентируется в своем совершенно другом мире, который является его миром, а не моим. И в какой-то очень существенной части себя он ускользает от меня. Сартр говорит об отношении между читающим человеком и его книгой, как о маленькой трещине в моей вселенной. Он говорит так, похоже на то, как будто бы мир имеет что-то вроде в самой середине своей, что-то вроде дренажного отверстия. И есть как поток, который постоянно вытекает через это отверстие. The man is an object for me, but of a particularly slippery and divisive kind. То есть человек является для меня объектом, но каким-то особым, ускользающим и уклоняющимся способом. В этом описании я с большой точностью распознаю ту стратегию, которую я усвоил будучи ребенком для того, чтобы защитить себя от тирании отношений. То есть чтение для меня было очень даже преднамеренным, целенаправленным действием, стратегией, которая была чем-то вроде защиты. And also aggressive, since it appeared to offer a way of subverting the family in both overt, visible and covert ways. И она была защитная, вместе с тем агрессивная, потому что она показывала какой-то способ, которым я не спровергал семейные ценности и в общем и явным и неявным образом. Неявным, скрытым образом, потому что на самом деле я не делал ничего очевидно плохого или достойного порицания. Так что чтение было способом отказа и стратегией фрустрирования тех, кто фрустрировал меня. Тот способ, которым я был вовлечен в чтение, привел меня к каким-то специфическим отношениям с текстом. И я, будучи уже взрослым, нашел описание этого в автобиографии Сартера, в его книге слова. Я мог и действительно делал это, читать часами без того, чтобы, ну, хоть в малейшей степени понимать сюжет и повествовательную структуру. Вместо этого я использовал текст, как некое движущее средство для фантазий и мечтаний. И, в общем-то, так же, как человек, который зависит от сигареты или сидит на игле, я мог как бы вергнуть самого себя, погрузить самого себя во всю эту атрибутику чтения. То есть, сам ритуал того, когда читать, как и где, был точно так же важен, как и что читать. Я мог также легко погрузиться в созерцание чернил на странице или в какую-то любопытную форму какого-то предложения. Или, я научился этому позже, погружаться в какую-то абсурдность самого этого артефакта. То есть, вот чтение, которое, с одной стороны, усваивалось как стратегия бунта, само по себе могло стать некоторым путем, которое заводило в тупик. Или, если использовать термин Сартра, происходила минерализация. Эта тенденция, использовать литературу и чтение как для отказа, для избегания чего. И обнаруживать самого себя зафиксированным вот в этой позиции, она остается во мне очень сильной. Но с течением многих лет личной терапии, клинической практики, я обнаружил, что это само по себе может быть полезным для меня. И заставляет меня быть бдительным по отношению к опасности, предполагать, что чтение всегда необходимо терапевтично. Я бы утверждал, скорее, что чтение, не другие формы занятий с текстом, включая письмо, для того, чтобы они были систематически терапевтическими, нуждаются в том, чтобы они были систематически терапевтическими. Они находятся в том, чтобы занять свое место в контексте, который предлагает вызов другого, то есть другого, как терапевта, как другого. Антрополог Руф Бихар, который описал о важности помещения самого себя внутрь своих исследований. Она акцентировала, что вот так делать, помещать себя в центре своих исследований, интересно только тогда, если человек способен найти какую-то более глубокую связь между собственным опытом и тем предметом, который он исследует. So, having traced my interest in the therapeutic potential of reading to my own early experience of using text to self-medicate, I was curious next to discover if other existential therapists had similar experience and how this informed their own clinical practice. То есть, когда я проследил вот так свой интерес к терапевтическому потенциалу чтения и обнаружил вот что-то, что в своем собственном опыте я использовал тексты для такого, как это сказать, как лекарства для самого себя, мне стало любопытно потом выяснить, есть ли похожий опыт у других экзистенциальных терапевтов и как этот опыт сказывается на их собственной клинической практике. Я предполагал, и в общем это всегда такая опасная вещь, предположение, что такого рода опыт чтения, терапевтического чтения может быть общим и подходящим, но к нему терапевты, и тренеры, и ученые должны как бы пробиваться через этот опыт к тем возможностям, которые предоставляет для работы с клиентами. Я потом обнаружил, и был этим очень удивлен, что чтение очень редко упоминалось в то время, когда я сам проходила обучение. Это выглядело несколько озадачивающим, потому что, в общем, я выбрал провести достаточно большое свое время, большую часть своего времени обучаясь экзистенциально-феноменологической терапии, то есть тому подходу, который выделяет себя, как имеющий богатое наследие экзистенциальной литературы. Я не был одинок в своей такой реакции, я потом обнаружил, когда, уже будучи в роли тренирующего других, что очень многие люди оказались привлеченными в этот подход экзистенциально-феноменологический, тем, что их представления о жизни резонировали с некоторыми аспектами произведений таких авторов, как Достоевский, Камю, Кавка, Симона де Говаро, савтор. И более недавних для нас авторов, такие как Кормак Маккарфи, Бретт Истон Элис, Кнут Хамсун и Милан Кундер. И вот эти люди, которые были привлечены всей этой литературой, они обнаружили, что их опыт чтения этого материала в формальном обучении игнорируется. There is a parallel here, I believe, with the way clients' reading prior to entering formal therapy is either discounted or perceived as a distraction or it's viewed as a precursor to the real therapeutic relationship. Может быть, здесь некоторое параллельно, мне кажется, что тот способ, которым, вот, то, как читают клиенты до того, как они приходят в формальную терапию, и вот этот их опыт чтения, он скорее, ну, как бы не принимается во внимание или рассматривается как, ну, что-то такое предшествующее, ну, реальным терапевтическим отношениям. My sense of a lack or a gap between client's experience and what therapist provided was reinforced when I began to practice and I found clients regularly talked about their use of reading. They readily spoke about how they'd identify with a character in a book, and often went on to describe how they felt less alone as a result. Они с готовностью рассказывают о том, как они себя идентифицируют с героем в той или иной книге и часто приходят в этом своем описании к тому, что при этом в результате они чувствуют себя не такими одинокими. This seemed to me to be a significant part of their lives and also one where they were able to find a therapeutic experience for themselves. How much more powerful might this be if I could find a way to harness it and work in tandem with clients to use their reading more fully in their exploration of their worlds? My searching in the literature on working therapeutically with clients reading didn't satisfy my hunger for a way forward which was respectful of and built on the client's experience. Мои поиски литературы, того, как работать терапевтически с клиентским чтением, эти поиски меня не удовлетворили мой голод в том, чтобы как-то продвинуться вперед и выстроить какой-то достаточно надежный способ работы с опытом клиентов. In fact, North American and UK versions of bibliotherapy mainly consist of prescribing CBT-based self-help texts to clients and largely ignores the client's subjective experience, the very aspect of therapy which forms the basis of existential practice. Фактически в Северной Америке и в Великобритании версии библиотерапии в основном состоят из того, чтобы предписывать некоторые тексты, такие самопомогающие тексты, основанные на когнитивно-бихевиоральном подходе, прописывать их клиентам и по большей части игнорировать их субъективный опыт. Это как раз тот аспект терапии, который создает основу в экзистенциальной практике. So, was I alone in wanting to work with the meanings clients brought to their reading? I found I wasn't, or at least not entirely. I recruited a sample of 13 co-researchers and asked them in the context of a phenomenological interview to reflect on their personal experience of reading and on their experience of this phenomenon. in their own clinical practice. I discovered that they too were very aware of their own experience of literature as therapeutic and their own experience of this phenomenon. Я обнаружил, что они очень даже осознают тот факт, что их собственный опыт чтения литературы является терапевтическим. Так же, как я, было интересно, каким образом перенести это осознание в свою клиническую работу. Мои коллеги-исследователи описывали, что свое отношение к чтению как чрезвычайно значимому для их психологического благополучия. Но они также говорили о том, что воспринимают библиотерапию, которую предлагает Национальная организация здравоохранения в Великобритании, как букскрипшн, прописывание рецепта на книге, схематически. Они чувствовали, что работа с чтением клиента должна включать в себя не делание, а бытие. И что та работа, которая предлагается с клиентами, что она скорее включает в себя делание, а не бытие, и руководство, а не исследование. И это, в общем, поднимает такой вопрос, как практика библиотерапии может быть, ну, в каком-то включенном способе работы с экзистентально-феминологическими ценностями. Вы задали еще вопрос, как уверены мои коллеги и я в нашей выборе работают. Почему мы должны отменивать от себя, когда книга, вероятно, является частью феномена, которая в многих встречах с клиентами. Почему бы вы говорите, что мы должны быть в директе, чем сказать, что клиент, что он говорил, что он был мечт. Возможно, это две неративные и есть структура. Для меня это поставило вопрос о том, насколько я и мои коллеги могут быть уверены в том способе работы, который мы выбираем. Почему нам нужно отклоняться от того, чтобы быть, когда чтение является действительно частью такого феномена, который многие из нас встречают в работе с клиентами. Почему упоминание само, да, о чтении приводит, ну, сразу же делает нас какими-то директивными вместо, в гораздо большей степени, чем, например, упоминание о сновидениях клиента. Потому что, в общем-то, и то, и другое является, ну, в определенной степени нарративом, да, и имеет нарративную структуру. Мои коллеги-исследователи, с которыми я в ходе своего исследования встречался, они мне напомнили о том, насколько легко мы можем, как бы, наши собственные способы придания смысла жизнью отставить в себе. Когда мы встречаемся с клиентами, как профессионалы. Они также впечатлили меня в том, как они используются книги, в том, как дать им предупределенных книг для проведения специфических симптомов. И мои коллеги вдохновили меня предложить такое относительно простое изменение перспективы, то есть повернуться к самому феномену клиентского чтения как таковому, для того, чтобы исследовать, каким образом они действительно используют книги, вместо того, чтобы прописывать им книги для облегчения каких-то специфических симптомов. This shift of perspective returns the client's subjective experience to the therapeutic frame and can enable client and therapist to act as co-researchers to explore how the client uses reading to create meaning. Вот это небольшое изменение перспективы поворачивает, возвращает скорее, да, клиентский субъективный опыт в рамке терапии и может помочь и клиенту, и терапевту действовать как коллеги-исследователи для того, чтобы исследовать, каким образом клиент использует чтение для создания смысла. И вот такого рода экзистенциальная библиотерапия, если мы можем ее так назвать, она предлагает способ как бы отодвинуться от того, чтобы облегчать симптомы и пойти к тому, чтобы помогать людям быть, ну, более включенными в свою жизнь и ее проблемы. And I didn't write this, but it's clearly, of course, congruent with existential therapeutic practice per se. Now, in my last five minutes, I'm making a very modest claim. What I've proposed, what I'm proposing is not intended to be a major freestanding mode of therapeutic practice. We have very many of these already. Perhaps too many. Actually, I was looking at Mick Cooper's latest book on pluralistic therapy just last week. It's not in there, I'm just saying it. And he says we've got over 450 different ways of working therapeutically now with the mind-boggles. I have a horrible suspicion that pluralistic therapy is intended to be the overall for all 450, but maybe I'm cynical. There's no need to argue for a specific capital E existential capital B I think what I'm proposing is that there is no need to be any biblical therapy within existential therapy or complementary to existential therapy really. I think what I'm proposing is significant in another way. I'm attempting to indicate how the way clients already use reading could be recruited into the therapeutic alliance. How it can be welcomed inside our joint project as what it is, a part of a warp and weft of human life. So, in general, this process of reading could be included in our joint project and could be some kind of nits, which is the whole host of human life. Such an appreciation of the therapeutic potential of reading liberates the practitioner to engage with the client's reading in as confident a manner as they might engage with the client's dream life or any other aspect of their way of being in the world. It removes a barrier to the consistent application of a phenomenon. The basis, I would argue, of existential therapy and what makes existential therapy distinctive and humane. I would argue that this is the basis of existential therapy. I would argue that this is the basis of existential therapy and what makes it a human being. While there exist specific ideas within existential therapy about working with dreams, nobody, at least as far as I'm aware, has proposed a separate capital E existential capital dream dream capital T therapy. The whole thrust of existential work with dreams is that they can be approached as phenomena as aspects of the client's way of being in the world. So the client's reading stops being perceived by the therapist as external or problematic or extraneous or as something which requires them to stop being existential and start being directive. So the last few words considered against the backdrop of other human activities, activities which are to some degree what define a future. of a calm and fluffy life. Reading, and in all probability writing too, can be seen as both ordinary and extraordinary reading viewed in this light can be considered as therapeutic with a small T, rather than therapeutic with a capital T. Если мы будем смотреть на все такое большое полотно человеческой деятельности, которую в некоторой степени можно определить как такую полную жизнь, то чтение и, возможно, письмо тоже может рассматриваться на этом фоне и как ординарное, и как экстраординарное. И чтение, которое рассматривается в этом смысле, может все-таки рассматриваться как терапия с маленькой буквы, а не как терапия, что-то большое с большой буквы. Спасибо за внимание.